Вы смотрите RTVI, с вами Мариана Минске. Здравствуйте, нам надо поговорить о возрастных кризисах. Со мной в студии семейный психолог Екатерина Мурашова. Екатерина, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в Москву, в нашу студию RTVI. Что такое кризис вообще? Есть стабильные периоды развития. Есть развитие. С этим никто не спорит. Человек рождается, и дальше идет развитие. В идеале развитие идет на протяжении всей человеческой жизни. Бывает, конечно, по-разному, но тем не менее. И вот в этом развитии есть стабильные периоды и есть кризисные, когда что-то происходит. Самым, пожалуй, что известным кризисным периодом является подростковый, когда происходит физиологическая перестройка. Это самый тяжелый кризис считается, да? Не согласна. Самым тяжелым считается экзистенциальный кризис. Это где-то вот середина жизни, 40 лет и так далее. Он гораздо более тяжелый, потому что подростковый кризис все-таки большинство проходит. И более того, его может не случиться. То есть подростковый кризис физиологический, он, ну, как бы есть, да? То есть человек не может остаться ребенком. Происходит физиологическая перестройка. А вот психологически он не запрограммирован. Его делает наша современная культура искусственно. Ребенок может остаться психологически ребенком? Нет, нет. Ребенок может стать взрослым без психологического кризиса, да. То есть просто плавно, легко? Нет, не плавно, легко. В традиционных обществах развития шло следующим образом. Ребенок, 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 ребенок. В какой-то момент старейшины племени внимательно смотрели на этого ребенка и говорили, дорогой, ты, кажется, уже подрост, и тебе пора готовиться к процессу, к обряду какому? Брак и сочетание. Нет, инициации. К обряду инициации пора готовиться. Который и переведет тебя из детского состояния во взрослый, а вот потом уже сможешь и жениться тоже. И вот, соответственно, наш вот этот вот ребенок, он, конечно, обряды инициации считались тайными, но, естественно, все все знали. Он готовится, он там как-то настраивается, потом он приносит голову врага старейшинам, соответственно, ночует в лесу, прыгает через костер, прокалывает себе нос, вставляет косточку. И через некоторое время, если все прошло удачно, старейшины говорят, о, ура, теперь с нами больше нет того ребенка, теперь с нами взрослый, как правило, еще и имя меняли. То есть ребенок умирал, возникал взрослый еще на племени, который и жил дальше, пока не умрет. Вот. То есть никакой подростковости, никакого подросткового кризиса. Тогда просто психологов не было. Тогда жизнь была немножко попроще. И взросление происходило раньше. В современной культуре, даже, во всяком случае, в нашей российской, даже следа не осталось от инициации. Почему я говорю в современной российской, соответственно, и даже следа не осталось, потому что, например, в католической культуре есть религиозный вот этот вот обряд, я забыла даже сейчас, как он называется, конфирмация, которая, ну, на что-то намекает. Это не то, но на что-то намекает, что вот есть какой-то переход. Нет. В православии не осталось даже этого. Можно ли считать детские лагеря таким своеобразным? Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Никто ребенку в лагере не говорит, все это теперь взрослый. А такие нет, подождите, я имею в виду вот этот процесс сам. Вот они пошли самостоятельно, поход, костер. Нет, нет, нет. Здесь речь идет только о цели этого. Целью этого. Целью стать самостоятельным. Целью обряда и инициации не является стать самостоятельным. Дело в том, что член вот этой вот родовой общины, он и не становился никогда самостоятельным. Речь шла о том, чтобы обрести права и обязанности взрослого человека. Нет, но это тогда. Сейчас 14 лет, паспорт, пожалуйста, уже там можно жениться. Во сколько сейчас? В 16 лет? Браки, может, в 14 лет? Никто ему не говорит, когда он получает паспорт, никто ему не говорит, что он может жениться, и на него возлагаются права и обязанности взрослого человека. Более того, они на него не возлагаются. Дело в том, что вы понимаете, что происходит с тем молодым охотником, который прошел, допустим, ему 12-13 лет, который прошел обряд и инициации, на следующий день что с ним происходит? Что? Он переселяется в мужской дом, он идет вместе с мужчинами на охоту, он участвует в мужских обрядах, он действительно получает возможность присматривать себе невесту и так далее, и так далее. Он получает на следующий день, он получает права и обязанности взрослого члена племени. Сейчас этого нет. Нету. А должно было бы быть? И как это можно создать? К сожалению, это невозможно. Но вот в том виде, в котором оно существовало в первобытном племени, это просто реально невозможно. Что-то приближенное, да. Смотрите, в том моем рассказе про нашего вот этого вот племенного мальчика был важный момент, на котором обычно в этом рассказе внимания не обращают. Старейшины посмотрели на него и сказали, тебе пора, зайчик. Это не он пришел к старейшинам и сказал, а ну-ка подать мне обряд инициации. То есть есть кто-то, кто видит, что ребенку пора взрослеть. И этот кто-то, это старший, это умный, это взрослый, это... То есть в нашем обществе зачастую ситуация вывернута наизнанку. Ребенок вынужден сообщать родителям, то мне пора, да, да. А родители ничего такого ему не сообщают. А если сообщают, то это в какой-нибудь такой, знаете, ну, скажем так, особо извращенной форме. Например, вот научишься сам за собой кровать прибирать там или еще что-нибудь такое, и тогда вот, может быть, мы с тобой об этом поговорим. А часто и наоборот затягивают еще. Не-не-не, еще не пора. Пока не пора. Пора будет потом. Вот женишься, тогда будет пора. Это вопрос, да, это вопрос. На самом деле это вопрос управления, конечно. Дело в том, что детство очень затянуто. По совершенно объективным причинам. Мы очень долго учимся. То есть наш вот этот вот парень в 13 лет, этот подросток, он, в общем-то, все умел, что нужно было первобытному охотнику и собирателю. А у нас, конечно, ситуация совершенно иная. А пока он учится, нужно, чтобы я ему управлял. Ну, а если нужно, чтобы я ему управлял, ну, потому что он... Кому нужно? Родителю, конечно. У него есть идея, что ребенка нужно выучить вот в этом институте. Ну, в крайнем случае, вот в этом. А для этого родитель узнавал. Нужен вот этот балл, нужен вот этот, там, вот этот репетитор, там, еще что-то. Но для того, чтобы с ребенком все это случилось, нужно, чтобы он был еще объектом, а не субъектом, чтобы он вот самостоятельно не действовал. Ну и, естественно, мы пытаемся задержать это взросление. Как должно быть? Как правильно? Я понимаю, что это сложно сказать, как для всех правильно, но тем не менее. правильно признать, когда ребенок заявляет о том, что пора. То есть правильно его услышать. И сказать, да, ты постучался, я слышу. А что будет вот этим заявлением, что не придется, скажет, я пора, мне пора, я становлюсь взрослым. Нет, он именно так и скажет. Нет, он, наверное, скажет, я хочу пойти в магазин один, или в школу пойти одна. Он скажет, да, ну, слушайте, он скажет, я могу сам решать. Я могу сам решать, с кем мне дружить, куда мне ходить, соответственно, чем мне заниматься. Я могу сам решать, как мне одеться. Я могу сам отвечать вот за это и вот за это. Вот это всегда надо услышать. Во сколько это обычно происходит, как правило? Вы знаете, в современном мире вообще вот с этими, как правило, происходят такие интересные вещи. Практически по всем показателям они делают вот так. Ну, то есть вот эта штука, она размывается. То есть, начиная от сугубо физиологических вещей, сейчас есть девочки, у которых менструация начинается в 9 лет, а есть, соответственно, у кого в 15 еще нет. И в одном и том же обществе, они могут учиться в одном и том же классе. И так же и вот с этим. То есть иногда стучатся в 10, а иногда ко мне приходят родители, говорят, соответственно, ему 19, он до сих пор не постучался, делать там ничего. Это же от семьи зависит. Вообще постучить нет? Не всегда. Бывает, что зависит от семьи, а бывает, что и нет. Хорошо, постучался ребенок, родители не услышали. Что происходит? Дальше он начинает перегрызать пуповину. То есть, если он стучится раз, другой, третий, никто не слышит, или обратная связь, соответственно, двойку по физике исправь, потом поговорим. Он начинает перегрызать. Это в лучшем случае. То есть он встает. И вот тогда мы имеем в чистом виде вот этот самый пресловутый подростковый кризис. То есть он встает вот так и начинает. И родители говорят, о, началось. Мы об этом читали. А это, собственно, сделано их руками. То есть если родители ребенка слышат, то кризиса не происходит. Да. Перестройка происходит. Пересмотр договора с родителями ребенка на взрослый-взрослый происходит. Ну вот так же, как, собственно говоря, она происходила там в первобытном этом самом... То есть до этого времени у племени как бы ребенок, а после этого у племени еще один взрослый человек. Точно так же и, соответственно, здесь это происходит. У нас в семье ребенок. Через некоторое время у нас в семье еще один взрослый человек. Если во время вот этого кризиса ребенок начинает хамить, грубить и как-то совершенно неуправляемо себя вести, как реагировать родителям в идеале? Ну, то есть для начала признать, что они запустили этот самый кризис. А во-вторых, разобраться, на что он, собственно, сейчас претендует. В-третьих, соответственно, сообщить ему, какие обязанности прилагаются к тем правам, которые он запрашивает. Ребенок запрашивает какие-то права, как правило. Идея о том, что пришел 13-летний ребенок и запросил обязанности, ну, вы понимаете, да, она из области... Ну, в общем, из области, да. Запрашивают они права. Так вот, родитель должен прикинуть и, соответственно, сообщить ребенку... Во-первых, все-таки сообщить, что его услышали. А во-вторых, сообщить, как он видит ситуацию, как она может развиваться. Например, приходит ребенок и говорит, я хочу вставить кольцо в нос, перо в задницу. Ну, так все делают, и мне тоже хочется. Родитель говорит, о, господи, ну, надо же, да, вот это вот то, о чем я... Ну, наконец-то. Да, наконец-то, соответственно, это то, о чем я мечтала долгими зимними вечерами. Мой ребенок становится взрослым. Ура, ура! Теперь мы заживем совершенно по-другому. Все изменится в нашей жизни. И я, если честно, этому очень рада. Кольцо в нос, перо в задницу, разумеется, да. Раз все так носят, ну, так сказать, трудно... Даже если никто так не носит, а он хочет. Трудно с ними спорить. Ой, они крайне редко, соответственно, приходят и требуют то, чего все не делают. Дело в том, что они абсолютно стадные. Индивидуализация у них потом проклевывается. Разумеется, разумеется, говорит родитель, мы заживем. Деньги ты пока зарабатывать не можешь. Ну, потому что тебе всего 13. Вот, поэтому деньги, конечно, буду зарабатывать я. Но хозяйство будет на тебе. Я знаю, сколько я приблизительно трачу в неделю. Я тебе буду их выделять. Я тебе все покажу, всему научу, соответственно. Буду приходить домой, а дома уже все вообще куплено, приготовлено. Вот оно счастье. Значит, я работаю, зарабатываю деньги. Ты ведешь хозяйство, бабушку парализованную поделим пополам. Понедельник, вторник, я выношу горшки, среду, четверг. Ты выносишь, на уикенд наймем сиделку, зайчик заживем. Вот, значительное количество зайчиков. Я не хочу первого зайчиков. Услышав такое, да, соответственно, говорят, а можно я еще вот там постою? На что родитель совершенно спокойно, не обвиняя ни в чем зайчика, говорит, конечно, можно еще пока там постоять, соответственно. Но когда будешь готов, я всегда готова тебя услышать. Вот, приходи, всегда, всегда я к твоим услугам, мы всегда можем пересмотреть все на взрослый взрослый взрослый. А если, значит, кольцо в нос и перо в задницу уже вставил и начал вроде выполнять эти обязанности, а потом передумал, тяжело. А потом перестал, соответственно, родитель говорит, ну, зайчик, облом, пока ты не готов. Ничего страшного. Вынимаем кольцо? Вынимаем кольцо, да, соответственно. Но как, волосы не перекрасишь же уже? Нет, не перекрасишь, но, соответственно, пока походишь вот такой вот некрасивый. Ничего страшного. Редко у кого все получается с первого раза. В общем-то, зайчик, я была к этому готова. Но мы, разумеется, поскольку сама идея, она здравая, пересмотра, и, в общем-то, она нас в любом случае ждет, тебе уже 13. Вот, естественно, мы всегда можем к этому вернуться. Хорошо, это первый такой главный кризис подростковый. Почему главный? А по отношению к чему мы? Ну, первый. Ну, здравствуйте, ну, здравствуйте, Марьяна. Такой серьезный. Нет, понятно, что в три есть, в семь есть. Нету ни в три, ни в семь. А какие есть? Нету ни в три, ни в семь. Придуманные. Вообще нету ни в три, ни в семь. Есть, соответственно, кризис первого года жизни, это формирование базового доверия к жизни. То есть ребенок, собственно говоря, решает проблему. Мне тут рады или нет. Весь первый год жизни ребенка кризисный. То есть если ему рады, кто-то его хочет, то он проходит этот кризис успешно и живет дальше. Если он неуместен, раньше они умирали, антибиотики, соответственно, серьезно изменили ситуацию, теперь они вырастают, живут, но кризис не пройдет. Вот, то есть весь первый год жизни ребенка это кризисный. Значит, вопрос основной. Меня тут хотят или меня тут не хотят. Дальше, соответственно, ребенок живет благополучно. Если он прошел этот кризис, он живет благополучно. До момента, когда ему становится пора. Дальше идет биологический кризис. Он вообще не человеческий, его точно так же проходят... Животные. Животные, да. Ему нужно картировать мир. От слова карта. То есть как тут все устроено. Где едят мороженое? У ларька или там? Дома в мисочке, да? Вот фрустальную вазу можно взять поиграть? Папин телефон. Залезть на подоконник и выкидывать игрушки сверху. Да, можно. Или ученик здорово там падает. Мне так было. Да, да, прикольно это очень. Соответственно, то есть ребенок выясняет, как устроено. И границы. У него нету никаких других способов выяснить, как устроено, кроме нарушения этих границ. То есть ему говорят, не ходи, Петя, в лужу, он глядя в глаза тому, кто сказал, медленно туда идет. Вот. Если, соответственно, родители границы ставят четко, то этот период, он неблагостный. Вот все равно он ходит вот так вот, некоторое время, глядя в глаза, там, не супите два гвоздя в розетку. Вот. Но, тем не менее, он заканчивается. Если же родители не могут договориться между собой, один родитель не может договориться сам с собой, сегодня разрешает, завтра запрещает и так далее, то это все затягивается, превращается действительно в кризисную ситуацию. Ребенок начинает капризничать и требовать уже вообще непонятно чего, и тогда его ко мне приводят уже, так сказать, в невротическом состоянии. Если же все ставится, то ребенок некоторое время постучался в эти вот штуки и понял, да, вот все устроено так, мороженое едим там. А не выход из кризиса? Это депрессия? Да нет, конечно. А что? Ну, вот первый, соответственно, кризис, если человек, ну, его не хотели, и он выжил, то это изменение в структуре личности. То есть этот человек будет жить на этом свете, в общем-то, более-менее благополучно, ну, если там все сложится. Но он никогда не будет верить в то, что то, что ему говорят хорошее, оно искренне. При него в смысле? Да, да. То есть ему может говорить, соответственно, например, женщина, с которой он живет, с ним очень трудно жить. С ним очень трудно работать. Они могут быть прекрасными специалистами и неплохими людьми, но с ним невероятно трудно. Потому что, например, она ему будет говорить, соответственно, дорогой, я люблю тебя больше в жизни. А он будет думать, ну, конечно, ты из Твери с московской пропиской, ну, понятное дело, что бы тебя не любить-то? Ему на работе будут говорить, соответственно. Иван Петрович, на вас держится проект. Вы, вот без вас работа всего вот этого отдела не была бы вообще эффективной, потому что вы самый лучший наш специалист по этому вопросу. А вот, а он про себя будет думать, ну, да, ясно, хотят еще что-нибудь на меня повесить, теперь вот. То есть никогда он не поверит в то, что это... И это уже исправить никак невозможно? Некоторые мои коллеги утверждают, что можно. Вы считаете, что нет? А я просто никогда не видела исправить. Ну, вот, дело в том, что рационализировать это можно. То есть человек может даже вам поверить. Ну, в смысле, да, действительно, я, ну, условно говоря, мать-аборт не успела сделать, и потом я ей был совершенно не при шее кобыле-хвост. В общем-то, она мне даже не раз это говорила. Ну, да, так. Но сделать с этим ничего нельзя. Да, вот я так чувствую, так думаю, да, вы правы, действительно, вот я узнаю себя в этом описании. Но я не могу ни думать, ни чувствовать по-другому. Да, возможно, если вы так говорите, да, возможно, это связано действительно вот именно с этим. Ну, и как бы, и что? Вот. При этом, поскольку они по-другому не, так сказать, не умеют, ну, не знают, то они сами, в общем, ну, живут как живут. А вот с ними жить тяжело. Вот. Так, следующий подростковый, потом кризис. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Следующий у нас... Сплошные кризисы. Реальный, да. Они в детстве, они так плотненько. Соответственно, в детстве у нас вот это вот установление границ там как получится. Сделаем кризис, не сделаем кризис. А вот дальше у нас однозначный кризис. Где-то между четырьмя и шестью годами. Вот тут да. Тут даже и разговора быть не может. Ребенок подходит к черной бедне и задает вопрос. Мама, а ты умрешь? А я тоже умру. А все люди умирают. Вот это да. Как отвечать? На момент, я всегда говорю родителям, на момент, когда вашему ребенку исполняется четыре года, вы должны обзавестись хоть каким-нибудь мировоззрением. Хоть каким-нибудь. Каким все равно. Ребенку все равно. В ответ на этот вопрос, этот вопрос, собственно говоря, он двоякий. Он, с одной стороны, в базе. Он, конечно, соответственно, обозначает, а бене знает за Одессу. Ну, то есть, а большая обезьяна в курсе, что есть такая жуть. Если большая обезьяна говорит, да, конечно, я в курсе, то это уже, так сказать, ничего. Уже хорошо. Уже хорошо, да. Худший вариант реакции на этот вопрос, это, господи, что ты говоришь такое? С чего ты это взял? Кто тебе это сказал? Кто тебе это сказал, да. Да, это вот худший вариант, значит, потому что для ребенка это обозначает следующее. Да, она знает и сама боится. А если она боится, большая, сильная, то уж мне, маленькому, нужно вообще тихо отползти, описаться и там, соответственно, сидеть. Зачастую после такой реакции матери ребенок больше ни разу не выйдет на нее с этим вопросом. Но останется вот с непрошедшим вот этим вот кризисом. Правильная реакция матери, это в ответ на вот эту заявку, изложить свою картину мира, так, как она ее видит. В понятной для ребенка форме трех, четырех, пять, пяти фразах. Если ребенку четыре года, то, как вы понимаете, это будет что-то совсем примитивное. Если ребенку шесть лет, то это будет чуть-чуть посложнее. Но, тем не менее, это будет картина мира, это будет мировоззрение. То есть, если, допустим, мать православная христианка, то она скажет, да, дорогой, конечно, мы все умираем, и я умру, и ты умрешь, но смертно только тело, душа бессмертна. Куда делась наша бабушка? Она, дам у Господа, сидит одесную, наигрывает на арфе. Да, значит, тебя видят, шлют тебе привет. Тело хоронят на кладбище, душа отправляется туда. Как правило, ребенку на этом этапе этого достаточно. Он может задать пару уточняющих вопросов. Ну, типа, а бабушка нас видит, или там еще что-то такое. Но, как бы, все. Соответственно, если мать буддистка, то она скажет, что да, мы все, конечно, умираем, но в зависимости от того, что мы делали в этой жизни, мы рождаемся в следующей, где наша собака была прекрасно умна, вообще необыкновенно. Я думаю, в следующем переплощении ее повысит. Вот. Опять же, ребенку этого достаточно на этом этапе. Ну, то есть вот эти кризисы, они не зависят от поведения родителей. Вообще. Нет, зависит исход. Да, исход. А сами, то, что вот ребенок вступает в этот кризис, это не как подростковый. Вот этот последний вообще ни от чего не зависит. Как правило, в него вступают по поводу, ну, то есть есть какой-то повод. Ну, ребенок, не знаю, увидел сбитую машиной собаку, там, или реально умер кто-то из близких, или еще что-то такое. Не знаю, по улице прошли похороны. Ну, то есть, как правило, что-то запускает. Но сам, вот, сам этап, он неизбежен. Подростковый может быть, может не быть. Да. И остальные все последующие кризисы тоже могут быть, могут не быть. Вы знаете, экзистенциальный кризис, видимо, вот этот вот, ну, условно сорокалетие, да, сейчас он ближе к пятидесяти бывает, кажется, без него никак. Давайте еще предыдущий, который, наверное, около тридцати, тоже есть кризис, да, правильно? Есть там, там два. Первый – это на выходе. Раньше он был вообще просто, ну, просто вот, и все. Сейчас он превратился в такой прям серьезный какой-то вот. А смогу ли я как все? Ну, то есть, вот, на выходе из… Это не подросток уже. Или из института. Или из института. Или из аспирантуры. А у меня получится, как у всех, вот, все сделать, что надо. Найти хорошую работу, там, не знаю, купить себе жилье, выстроить семью, там, не знаю, еще что-то. Вот у меня получится, я достаточно полноценен. Как правило, вот еще недавно, там, 40 лет назад, там, этот кризис, ну, вообще, можно не считать. То есть, да, человек задавал себе этот вопрос, естественно, и 40 лет назад тоже задавал, соответственно. Я очень хорошо помню, у меня это выглядело так. Я училась на биофаке, вот, и время от времени задумывалась. Ну, вот сейчас я учусь, мне там что-то дают, я что-то делаю, соответственно, решаю. А когда вот я буду уже самостоятельным исследователем, как я пойму, что мне исследовать? Ну, мир же биологии настолько, вероятно, богат. Вот как вот смогу ли я вот правильно выбрать-то? Я как-то не сомневалась, что я найду работу, не сомневалась, что я там смогу как-то устроить себе семейную жизнь, там, то, сепя. Ну, причем у меня она тогда была уже устроена. Вот, а вот тут вот я думаю, тут как узнать-то? Вот, но вот он вот на таком уровне проходил. И у большинства моих сверстников он тоже проходил вот на таком уровне. Сейчас это серьезное испытание. Сейчас это гораздо серьезнее, да. То есть, собственно говоря, сейчас его, не знаю, там, сколько миллионов хихикамори сидит в Японии? Ну, по-моему, два уже. То есть, два миллиона людей, не прошедших это, лежат там где-то, соответственно, на своих диванах в этих маленьких этих японских комнатах перед, значит, экраном. И вот, и все, и на улицу выйти не могут. Вот. И никакие реабилитационные программы на них не работают. Ну, то есть, их туда везут, там реабилитируют, они вроде там реабилитируются, потом возвращаются обратно. Так, а как же, как его пройти, как помочь его пройти? Создать ситуацию на протяжении всех предыдущих лет, чтобы ребенку было выгодно повзрослеть. Ну, чтобы там оставалось что-то, что для него желательно. Морковка. Потому что, да, морковка, потому что, если, соответственно, у ребенка есть это самое пресловутое счастливое детство, где все его желания удовлетворяют, соответственности никакой, то совершенно непонятно, зачем взрослеть. За каким чертом ему туда вообще выходить? Тем более, что там опасно, там непонятно что, там совершенно непонятно, как найти свое место. Вы же понимаете, мир стал намного более вариабельным. То есть, если там средневековый мальчик взрослел в семье сапожника, то вариантов у него, в общем, было два. Вариант первый – это стать сапожником, основной. И вариант второй – сбежать с бродячими акробатами, которые раз в год приходили в их, ну, вот, в поселок вокруг замка. Вот, причем никто всерьез вокруг него не рассматривал вариант сбежать с бродячими акробатами, но он-то его, в общем, каждый раз рассматривал, потому что чувствовал, что влечет. Но, как вы понимаете, папе сапожнику никогда в кошмарном сне не привиделось бы, соответственно, нанять мальчику учителя, потому что мальчик, который научил бы его делать фляг, потому что мальчика явно тянет, соответственно, к акробатике. Вот, как вы понимаете, современный родитель немедленно намет ребенка учителя. Да, да. Вот, соответственно. То есть, и ладно бы их два. Из двух-то всегда можно выбрать, вы же понимаете. Ну, в конце концов, можно монетку кинуть. Орел, остаюсь сапожником, решка, убегаю. Сейчас ситуация совершенно другая. И, собственно говоря, должна быть очень серьезная там морковка. Пример какой-нибудь можно? Вот такой морковки. Нет, вы не поняли. Не надо туда еще что-то повесить. Надо отсюда убрать. Ага. Ага. Здесь должно не быть того, что ты хочешь. Вырастешь, будешь носить длинные штаны. Условно говоря, да. В Российской империи была такая. Мальчики до определенного возраста носили коротенькие штанишки. А когда они говорили, хочу длинные, им говорили, ну, только пойдешь в какой-то класс или в гимназию. А сейчас-то что это может быть? Не знаю. А я-то знаю. Я же сейчас детей не выращиваю. Я детей выращивала в перестройку, когда просто ничего не было. У меня собака была вегетарианка. Потому что если, соответственно, удавалось достать кусок мяса, то, понятное дело, мясо доставалось детям. Да, но сейчас мне даже сложно себе представить такое. Чего бы в детстве можно такого лишить, что вот сейчас нельзя, а можно во взрослом возрасте. И мне сложно представить. Но это та психологическая задача, которая предстоит современным родителям для того, чтобы профилактировать, нехотение вылезать из мисочки, где они лежат, в ватке, как пасхальные яички. Так, следующий кризис около 30. Следующий, раньше он был около 30. Сейчас он... Вы знаете, вот, пожалуй, он стал попроще. То есть он в советское время, он прям был... 20-летия вот этого практически не было, потому что все так задавали себе этот вопрос. А я смогу? Ну, смогу, конечно, господи. Куда я денусь? Куда я денусь? Сейчас пойду и сделаю. Ну, что, куда мне деваться этой подводной лодки-то? Вот. А вот этот следующий, он, пожалуй, что слегка расплылся. Он... Его психологическая, соответственно, суть была в том... Ну, собственно, и остается в том, что человек, который уже смог, который уже все устроил, то есть у него уже есть работа, у него есть жена, у него есть ребенок или муж, у него уже есть там квартира в ипотеке, и, в общем, понятно, как он вот ее там платит, что-то такое, да. Ну, и вообще, как-то у него все есть. Вот та чудесная фотография, которую я сделала в вашей студии, там, в общем, понятно, потому что сначала ты сидишь вот здесь, внизу на стуле, да, еще через некоторое время ты попадаешь, становишься там средним менеджером и попадаешь в вот ту вот клетушку, которая за стеклом, но которая всем видна, а если ты еще поднимаешься по этой лестнице, то ты попадаешь вот в ту затененную клетушку, где сидит начальник. Вот. То есть вроде как вот все, вот оно вот все понятно, и вот когда человек очередной раз приходит там на работу или куда-то смотрит вот на это, думает, это что, все? Потолок. Это вот теперь так всегда до конца будет, да? То есть максимум, что мне светит, это перелезть вот в ту клетушку, а потом вот в ту, да? И вот эта женщина всегда будет тут. Она не будет становиться лучше, она будет только стареть и становится все более сварливой. И вот эти вот дети, которые, в общем, кажутся эгоистическими дебилятами. Чего? Все, да? Да? Больше ничего? Вот. Вот тут вот иногда накрывают рваной пилоткой. И происходит полная смена декораций. Если человек не очень умен, то, как правило, да, как правило, он меняет жену, страну, работу. Что-нибудь такое. Если он умен, он расширяет свой мир. Ну, то есть он добавляет вот в эту картину еще чего-нибудь. Оставляя при этом жену, работу. Оставляя при этом жену, страну, работу, да, да, да. Оставляя при этом жену, страну, работу, соответственно. Потому что если он меняет жену, страну, работу, он просто еще раз попадает, ну, знаете, в эту же ситуацию. Здравствуй буддизм, да, колесо сансара. Да. То есть он приспосабливается к жизни в другой стране, там выучивает язык, там, 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 да, все это. Так же можно всю жизнь. Все это отодвигает его, вот этот кризис, безусловно, потому что ему некогда, он выживает, соответственно. Но через некоторое время он опять обнаруживает себя вот здесь вот внизу, а вот там, наверху, опять стеклянная кабинка. Ну, и поменяла еще раз, потом еще раз. Да, 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 да. И так всю жизнь. Так можно, да, но удовлетворение это, конечно, не приносит, потому что вообще-то у человека есть. Не решена задача. А, соответственно, хорошее решение этого кризиса – это расширение мира. То есть он тебе говорит, ой, нет, 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 конечно, можно еще что-то добавить. Вот я начал разводить кактусы, соответственно, там, не знаю, в советское время купил машину, дачу, завел в дачный участок и начал там на шестисотках вообще что-то такое сажать, строить своими руками дом. И, конечно, мир заиграл новыми красками. Вот. И это действительно можно повторять. То есть если мне надоело разводить кактусы, я, естественно, могу сделать что-нибудь еще. То есть этот кризис, в принципе, а поскольку сейчас мир стал намного-намного более разнообразным, то, пожалуй, и как бы это очевидно, что вот можно еще и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Я бы сказала, что вот этот кризис сейчас стал не таким острым, как он был. Вот. Единственное, что по-прежнему женщины его забавно решают. Они решают адек, и я заведу себе еще одного ребенка. Ну, то есть я с тем, вот я его там в студенческие годы родила, не насладилась материнством, не читала тогда статей, соответственно, Гиппенрейта, а сейчас вот я уже это самое, и вот я его как следует воспитаю. Сейчас вот еще одного заведу. Это иллюзия? Как правило, да. Но, тем не менее, соответственно, этот ребенок, заведенный вот как раз на кризис, там, 30, допустим, ей там 36, да, на первого ребенка родила в 22, соответственно, он уже подросток, там, а сейчас я вот как следует наслажусь материнством, вот, значит, да. Мужчины практически этот выход не рассматривают, а женщины часто довольно. Да, этот вот ребенок кризисный, он, как правило, с ним долго-долго делают картинки из манной кашки, его там носят на себе, кормят, соответственно, чем-то таким, ну, типа молоком, там, до трех с половиной лет. Что все же неплохо. Ну, в общем, да, решают, да, 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 да. Единственное, что я-то уверена, ну, это моя внутренняя уверенность, что один человек не может решать проблему другого, но, тем не менее, в конце концов, пришел в мир, и ладно. Вот. То есть, вот этот, на мой взгляд, тот, вот, двадцатилетний, за истекшие полвека, стал намного более тяжелым. А этот полегче. А этот стал полегче, да, из-за разнообразия мира, из-за легкости, вот, добавления в него новых красок, поскольку это не внутренний кризис, он внешний, то есть, соответственно, надо расширить мир. То ли дело экзистенциальное, кризис 40 лет, который внутренний. Который все проходят в одиночку, там никто помочь не может. Вот в чем, собственно говоря, его, ты самое, там никого не позовешь. Никто не поможет. Да, вот, собственно говоря, причем никакой ум, никакая образованность не помогает. Например, вот этот самый пресловутый госсоциальный кризис так и не смог пройти, например, Лев Толстой. А уж какая глыба. Вот он как в него провалился там в 40 с чем-то и оставил записи, так он, в общем, из него и не вылез. А что это за кризис? Это кризис свободы? Нет, нет, это кризис, а зачем это все? Ну, то есть, сидит он уже вот в той кабинке, в верхней, там, где матовое, ну, или какой-то там, затемненное стекло. Вот сидит он уже там, да, то есть он уже прошел этапы младшего менеджера, среднего менеджера и стал старшим менеджером, да. Вот, и все у него вроде как получилось, и кактусы он тоже уже разводил, и жену он уже поменял, вот, соответственно. И теперь она у него молодая и красивая, соответственно, и от него родила еще одного ребенка. Вот, старший уже учится, соответственно, в Англии. А дальше что? А зачем это все было? То есть, это кризис смысла. То есть, вот я лез, я это самое, я оставил ту женщину, с которой мы учились в институте, я женился вот на этой вот, с ногами из-под мышек. Вот, я создал один проект, второй проект, вот у меня там магазин, там ресторан, там. И что? Почему? Это зачем все было? Что мне это все дало? Вот. Как его преодолеть? А никто не знает. То есть, есть наработанные цивилизации пути, по которым каждый проходит в одиночку. То есть, соответственно, какие-то духовные практики. Не знаю, там ударятся в благотворительность. Это чаще с четками происходит. У женщин часто внуки. Мужчинам внуки не помогают. А мужчинам тогда что помогает? Ну, кто-то заворачивается в желтую тряпку, уходит в Гималайю. То ли находит, то ли не находит. Кто-то вот в этот момент пытается действительно, соответственно, ухватиться. В общем, это конструктивно только на каком-то внешнем уровне. Вот именно в этот момент мужики часто женятся на тех, которые 20-летние. Которые думают, я смогу, как все. А он ей говорит, сможешь, я тебе помогу. А ты мне взамен отдай вот эту свою жажду еще сожрать куски. Потому что ему самому, его самого уже тошнит. Я тебе помогу создать вот, ну, как бы, устроить тебя то самое. А ты мне отдай вот эту свою жажду жизни. Да, да, да. Помогает? На некоторое время помогает. То есть пока он ей увлечен, пока у него расшебуршились его уже подувятшие гормоны, соответственно, за счет ее молодости, пока она заглядывает ему в рот. А она заглядывает, соответственно. В силу возраста. В силу возраста и в силу того, что она понимает, где плюшки лежат. Вот, соответственно, да. У него есть ощущение, что отпустила. Как только это проходит? Как только это проходит, как только она привыкает к тому, что у нее теперь, соответственно, ни одно платье и ни одни туфли. И так далее. И что, соответственно, в ресторане к ней подходят официанты. Как у настоящей спрашивает. И так далее. Да, проходит. Ну, то есть кризис это не решает? Отодвигает на какое-то время. Но вот Лев Толстой не решает. Лев Толстой, соответственно, как вы знаете, он искал в религии, он искал у народа, он там пахал к вечернему поезду, что он только не делал. Нет, не получилось. И его последние вещи, в общем, об этом очень четко говорят. То есть он не прошел, несмотря на... А новые цели, новые задачи, новые проекты, новые какие-то вызовы для мужчин? Вообще. Новые цели, новые задачи работают на предыдущем этапе. Вот там, да, как только ты находишь, соответственно, еще кусок жизни, который ты можешь и хочешь сожрать, моментально все окей у тебя. Ну, так а что тогда? Какие варианты? Искать. Смысл, да. Но это ведь не у всех случается. Это у всех случается. Ну, почему кто-то заморачивается в желтую тряпку, едет в Гималай, а кто-то совершенно спокойно это проходит? Да вы не знаете. То есть дело в том, что люди не часто от этого умирают. Хотя умирают. На этом этапе часто умирают. Но мы не знаем, что они умерли от конституционального кризиса. Мы думаем, что они умерли от раннего инфаркта, например. Или, соответственно, от инсульта, или... Да. Вот, соответственно. Или даже от раннего Альцгеймера. Но его проходит. Какая-то часть людей его проходит. И живет дальше. То есть находят смысл. Они находят какой-то для себя и универсального ответа нет. Они находят конкретно для себя ответ на вопрос, зачем это все. Они себе говорят, а это за тем что? И каждый находит что. Походы к психологу на этом этапе помогают? Психологу помогают, если, соответственно, не очень высокий уровень интеллектуальный и вообще духовный самого человека, который обращается, очень высокий психолог. То есть для того, чтобы на этой позиции помог психолог, предыдущие совершенно иное. Там прекрасно помогает. Должна быть очень существенная разница. То есть, условно говоря, был такой психолог-психиатр Виктор Франкл. И придумал он такой метод логотерапии, который, значит, говорение о смысле. То есть он считал, Виктор Франкл считал, что все проблемы – это проблемы смысла. Он считал, что вообще все проблемы – проблемы смысла. Это было его личное видение. Соответственно, Виктор Франкл сколько-то лет провел в фашистских концлагерях, выжил. Ну, в общем, короче, личность была такого масштаба, очень серьезного. Но все психологи расшаркиваются перед логотерапией. То есть они все говорят – Виктор Франкл. Но никто ей не работает. Почему? Потому что для этого нужно быть Виктором Франклом. У мужчин и у женщин кризисы проходят по-разному? Вообще по-разному. Но современная культура, которая стирает разницу между всем, Виктор направлен в то, что у всех все будет одинаково, и люди уже вообще будут плохо понимать, кто они такие. То есть получается, есть два кризиса, избежать которые невозможно. Это 4 лет и 40, грубо говоря. Нет, нет, нет. Первый. Первый год жизни. Ну, года, 4 лет и 40. Да. Ну, это же не обязательно 40, а может быть это 40-50. Нет, нет, нет. Да, это возрастные вещи сейчас уже вообще не работают. То есть я вам говорила, не помню, то ли сейчас, то ли в прошлый раз, что размываются вот эти границы. То есть они становятся, вот эта вот штука от когда до когда, она практически по всем показателям становится более… Как-то можно подготовиться вот к кризису, экзистенциальному кризису 40 лет, зная, что он неизбежно наступит? Как-то смягчить, соломки подстелить? Религия всегда это делала. Дело в том, что есть два типа людей, которые практически не имеют этих кризисов. Это ученые? Потому что не верят? Нет. Не поэтому ученые… Нет, не верят в Бога. Они знают, что… Многие ученые верующие. Нет. Это потому, что они занимаются тем, что тайн природы хватит на всех. И еще останется. И неизменно лишена обмана волшебная структура таракана. То есть я родом оттуда. Я по базовому образованию биолог и по базовому обеспечению судьбы я исследователь. Вот. И я знаю. И все знают. Ну, то есть, собственно говоря, первое исследование было проведено когда-то там, не знаю, по-моему, в 18 веке, выяснилось, что… Какая была Академия наук тогда? Французская, по-моему, была уже. И было выяснено, что они живут в среднем… По-моему, не в полтора даже, а в 1,75 больше, чем люди по популяции. Члены этой Академии. При том, что туда никто никогда не отбирал здоровых людей. А вам не кажется, что это даже не с наукой конкретно связано, а связано с тем, что ты занимаешься любимым делом? Ты горишь этим, тебе это нравится, у тебя еще впереди, ты знаешь, что можно вот тут открыть какие-то новые законы. Это же в любом деле так, если тебе нравится реально то, что ты делаешь. Нет, ни у кого не замечено, например, у художников, которые… Или у артистов, которые занимаются любимым делом, не замечено высокой продолжительности жизни. Потому что они знают, что там уже все. Вот он уже ему там 80, ну, условно, там 60, и он уже… Да ну что вы, сколько их уходит на высоте всего? И художников, и… Я вас уверяю. Нет, там смысл. У человека, соответственно, есть смысл, который он себе подготовил, как вы говорите, соломки подстелить, он себе подготовил его изначально. Я служу открытию тайн природы и отдачей туда человечеству. Возьмет, не возьмет, меня это не интересует. Я открываю волшебную структуру таракана, да. И второй тип людей, которые практически лишены этого, это глубоко верующие люди. Они просто переложили ответственность. За смысл их жизни отвечает их Господь. Они за это не отвечают. И еще один кризис, я знаю, уже в более старшем возрасте, 60-70. На самом деле, по крайней мере, два еще. Прекращение социальной деятельности, если оно у человека случается. Ну, пенсия, да, или вот как-то там он заболел чем-то. Ну, в общем, короче, прекращение вот привычного социального функционирования. Всегда сопровождение. Это внешний кризис, он никакой не внутренний, в отличие от экзистенциального. Это абсолютно внешний кризис. И он, в общем, современное общество очень много сделало для его разрешения. Прям вот очень много. То есть, соответственно, прям работает, общество растареет. И поэтому современное общество, особенно западное, но и наше присоединяется, соответственно, очень много всего делает для того, чтобы пенсионеры тоже могли чем-нибудь заниматься. Ну, да, переобучение. Да, 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 да. Ну, и смерть. То есть, в какой-то момент мы подходим и понимаем, что да, вот сейчас, скоро. Это вот как раз около 70, да? Ну, слушайте, ну, у кого как, у кого как. И что в этот момент происходит? В этот момент человек задумывается, ну, то есть он исправить уже ничего не может. Он наглядывается туда и задает себе вопрос, как оно было. Если он говорит себе, ну, все сделал, в общем, жизнь удалась. Таких, наверное, мало. Жизнь удалась. Не думаю. Жизнь удалась. То, собственно говоря, это не значит, что он там прям вообще все примирился со смертью и так далее. Но, по крайней мере, он понимает, что он идет, ну, вот с легким вот этим вот ощущением, что как бы не был устроен этот мир, вот на этом отрезке, который я знаю и помню как себя, я все сделал, у меня все было, вот там, соответственно, была любовь, вот там, значит, выросшие дети, там внуки, правнуки, не знаю. Вот, соответственно, работал я на авиамодельном заводе, и вот там одна из моделей, которые я разрабатывал, до сих пор летает. Дома, которые я строила, там я архитект. Вот удовлетворение жизни. Еще стоят, да, и, в общем, короче, не знаю я, что было до того, не знаю я, что будет после, но вот этот кусок, за который я отвечал, я за него отвечал, все получилось. Вот, да, человек все равно умрет, но он умрет с пройденным вот этим кризисом. У кого такого ощущения нет? У кого такого ощущения нет, ну, и не знаю я что. Мои коллеги говорят, что с этим можно работать. Здесь я склонна верить, что с этим можно работать, потому что наши воспоминания – это все-таки то, что мы восстанавливаем. Мы не помним, как было, мы восстанавливаем. Вот, но, соответственно, в сегодняшнем мире, кажется, биология решила что-то по поводу вот этого последнего кризиса и, соответственно… Отодвигает его все дальше? Нет, 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 эскапизм. То есть люди все чаще, все реже умирают, так как умирали русские крестьяне, когда они говорили, ну, все, помирать буду. Зови детей, сейчас всем дам последнее наставление и помру. Вот, и папа позовите. И вот он ложился и на третий день умер. Вот они умели это делать. Никто не знает, как. Кажется, то ли развитие медицины, то ли увеличение продолжительности жизни, то ли еще что-то, но что-то сделало что-то такое, что вот это искусство, которым, кажется, владели крестьяне всех временных народов, потому что описания там, ну, оставлены. Знаете, в то время дороги-то были какие, да, понимаете? И прислали ему весть, что отец собрался помирать. Он откуда-то едет, ну, затрачивая на дорогу, сами понимаете, сколько, приезжает. Отец как раз тебя дожидается, что он ему там дает какие-то последние наставления, там, что-то и помирает. То есть, кажется, они это умели. Сейчас? Кажется, нет. Разучились. То есть, большинство людей сейчас помирает в Альцгеймере, соответственно, в полусознательном состоянии, совсем бессознательном, на аппаратах, медицине. Ну, в общем, короче, психология смерти утеряна. Сейчас ее пытаются, кажется, восстановить. Ну, вот эта вот идея, вот хосписное движение. То есть пытаются чего-то такое сделать. Но, кажется, она утеряна. А скажите, вот все ли люди, вот если, допустим, человек не прошел, вот у него не было этого кризиса. Какого? Ну, какого-то из перечисленных нами. Подождите, он был. Он в любом случае был, но он его удачно разрешил. То есть могло такое быть, что человек просто не заметил, что у него есть кризис? Конечно, кто-то бывает, соответственно, вот человек живет и говорит, слушайте, ну, я прям, честно говоря, не знаю, но, наверное, у меня был какой-то подростковый кризис. Но что-то я вот его не припомню. Я очень хорошо помню, как я ждала подросткового кризиса у своего младшего сына. Я его все время спрашивала. Я говорила, может, это... Он говорит, да, мам, нет. Я говорю, ну, может, там, не знаю, татуировку сделаешь. Он говорит, нет, ничего не хочу вообще. Потому что все было можно. А вот если бы запрещали, то... Отстали от меня, да. В какой-то момент, соответственно, он чего-то такое вскинулся. Я говорю, о, радостно сказала я. Это, наверное, оно. Он говорит, мать, ну ты достала? Ну, наверное, это оно. Через полгода оно кончилось. То есть, вероятно, если сейчас спросить моего сына, он не помнит своего подросткового кризиса, просто потому что, ну, потому что вот как бы его вроде как и не было. Но это не значит, что он не прошел вот этого этапа. Ну, то есть все остальные кризисы тоже могут так же легко пройти. И в 30, и в 20, и в 30, и в 40, и в 60. Это возможно. Да, это возможно. Если, например, это ученый, то он не заметит никакой экзистенции. Он как вообще своих тараканов изучал, так и изучает. Да, если, соответственно, человек совершенно естественно порядком огляделся в 20, сказал, ну, конечно, я смогу, и пошел делать. В 30, соответственно, подумал, что-то как-то скучновато стало. «Возьму-ка я дальневосточный гектар». И дальше вообще 15 лет он возделывает этот дальневосточный гектар, да, там, не знаю, сражаясь с ордой китайцев, которые бегают кругами. Это интересно. Да, 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 да. И он не приходит в голову, что у него там какой-то кризис 30-летия и так далее. И, конечно, никто уже не помнит первого кризиса. Ну, а, соответственно, если из кризиса, кризис просто отодвигается, 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 но из кризиса выхода нет, вот не вышел, не прошел человек этот кризис, то? То, соответственно, через 40 лет он ушел. Куда он там ушел, я уже забыла. В чем смысл прихода Баткесатвы, соответственно, Запада и ухода Льва Толстого из Ясной Поляны? Да, вот, вот через 40 лет он пошел и умер, так и не пройдя этого кризиса. Ну, и в заключении тогда, как помочь, да, ваши краткие выводы, как помочь себе, как помочь своим детям? Значит, здесь первое, здесь первое это информирование. То есть, если человек понимает, как оно устроено, то уже это такой сильный соломенный матрас, подстеленный подо все. То есть, когда человек понимает, что с ним происходит, то есть, со мной сейчас происходит вот эта естественная возрастная вещь, у которой вот такой вопрос, вот на нее, там, не знаю, человечество выработало вот такие ответы, вот такой вот, соответственно, путь мне сейчас предстоит. То есть, например, там, я не знаю, человек проснулся утром, он думает, что теперь так всегда будет, да? О, значит, моя задача сейчас сожрать еще кусок мира, расширить как-то свои вот эти самые, и тогда это вот там отступит. То есть, в первую очередь, информирование. Дальше, когда человек понимает, как все устроено, четкий план действий. То есть, я попал вот сюда, и теперь я знаю, соответственно, чего вообще возможно. Что из этого я буду делать? Ну, буду менять жену, страну, работу, разводить кактусы, там, и так далее. То есть, ребенок вот пришел и говорит, хочу кольцо в нос, перо в задницу. О! Оно. Оно, да, соответственно, пугаться не надо, надо, соответственно, двигаться дальше. Зайчик, я тебя услышал, ты запрашиваешь пересмотр договора. Сейчас я подумаю, мне надо что-то продумать, вот этот вариант. И я тебе скажу, ты будешь первым, кому я скажу. Зайчик охотно подождет. То есть, информирование, план, и дальше действия по плану. То есть, худший вариант, как в этом кризисе четырех-шестилетия, это испуганно отпрянуть. Вот это худший вариант всегда. Спасибо вам большое, Екатерина. Спасибо. Всего доброго. Это была Екатерина Мурашова. Всем любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова